Приветствую вас, Анастасия. Я думаю, что в первую очередь необходимо убедиться в том, что у вас именно депрессия, то есть вам необходим диагноз. Вот, если диагноза нет, то, соответственно, нельзя говорить о том, что это депрессия, можно говорить о том, что у вас депрессивное состояние, например, да, но не депрессия, потому что депрессия это болезнь. Вот. Это первое, первое. В случае с депрессивным состоянием, это подавленность, некая такая апатия, вот, и это, безусловно, свои причины. Вот, в частности, апатия связана с определенным таким требованием долга. То есть я должна, я должна, там, условно говоря, работать, я должна, там, условно говоря, ну, чем-то заниматься, да, я должна, там, условно говоря, опять же, зарабатывать деньги, например, вот, и так далее. То есть это, как бы, ну, такой момент, он очень важный. Может быть, негативная установка от того же увольнения, например, если, допустим, человек, к примеру, теряет какой-то смысл жизни. То есть, ну, с уходом работы, вот, с уходом какого-то рабочего места. Ну, местный, человек чувствует себя, человек чувствует, что он, ну, теряет, вот, металл жизни, что он теряет, вот, какой-то вектор. Своего поведения, профессионального поведения, да, и, соответственно, он может вполне возможно воспринимать волнение, как провал, как реакция. Своих, своих надежд, своих мечтаний, своих начинаний, вот, своих, ну, действий каких-то, вот. То есть, это, ну, вполне такая распространенная история достаточно. Достаточно. То есть, это вот именно, что, негативное восприятие данного аспекта. Ну, вместе с тем, это и довольно неизбежно, вот, на мой взгляд, если, допустим, излишне концентрироваться на той же работе, да. То есть, если излишне, если излишне заострять внимание только на работе. То есть, например, если работа, это единственный способ, например, для человека реализоваться. Это, ну, проблематика определенная, таким образом, ну, через это. Ну, в этом есть определенная сложность, конечно. Если через работу человек видел свой смысл жизни, например, тоже есть проблемы. Наконец, вполне может быть такой момент, как обязательство, да, то есть, вот, ну, обязательство перед кем-то, вот, перед людьми, вот. В частности, может быть, перед супругом, вот, перед детьми, если дети есть, вот. То есть, вот, все негативные, все негативные моменты, да, они имеют место быть, но важно, что это вот, в некотором смысле, это потеря смысл жизни. Вот, и, соответственно, необходимо исследовать этот момент и разбирать его. Потому что, если потеря смысл жизни, возможно, для вас все разволнение, то, ну, вполне вероятно, что, в какой-то степени, может быть, даже, это хорошо. Что вас заволили, потому что вы получили теперь более полное представление о том, какая у вас есть проблема. Вы получили более полное представление о том, какой у вас может быть кризис. То есть, вот, вы здесь, вот, вы получили об этом представление и, соответственно, теперь можете уже исходить из этого. Да, то есть, как минимум, вы не будете обманываться относительно того, что с вами сейчас происходит. Вы не будете обманываться относительно тех вероятных проблем, которые у вас. и, соответственно, вы будете знать теперь свои, вот, ну, такого рода особенности, которые у вас имеют место быть. Что касается, что касается, собственно, переживаний, что касается, собственно, переживаний. Да, вот, ну, ваш вопрос изначальный, как пережить, то здесь никакого секрета нет. Пережить можно и нужно, но это просто проживать. То есть, теперь это нужно именно, что проживать. Ее нужно именно проживать. То есть, вот, необходимо, ну, необходимо, да, ее проживать именно. Вот. И, соответственно, прожить вам может помочь. Психолог. Вот. Это наша работа. Помочь прожить те болезненности, которых у вас имеют место быть. Вот. Помочь вам это сделать. Может быть, снять. Может быть, снять, напряжение, снять тот вот донус эмоциональный, который у вас имеет место быть. Вот. Помочь вам это сделать. И, соответственно, уже таким образом дать вам возможность двигаться вперед. Ну, как вот мне, как мне это видеть. Исходя из того, что вот вы, ну, написали здесь, исходя из той информации, которую вы дали. Повторюсь. А, самое главное, это, вот, работа с, вероятно, потерей смысл жизни, потому что вы можете просто не знать, куда вам дальше двигаться, в каком направлении вам двигаться и так далее. В детстве, может быть, ну, такая вот проблематика иметь место быть. Вот. Понятно, что, может быть, есть какая-то ещё проблематика. Вот. Ну, как бы, пока что можно говорить только об этом. Только о такой проблематике. Такого плана. Ну, в принципе, наверное, пока что можно закончить. Вот. Потому что информация у вас равна, на данный момент, недостаточно. просто перечислять все возможные моменты, которые могут вам помочь. Мне хотелось бы, ну, например, в какой-то степени это отвлечение, да, то есть, ну, возможность отвлечье. Вот. Вот. Вам можно, там, переключить внимание. Вот. Ну, смена, там, соответственно, смена деятельности, какой-то, после таких моментов, ну, не для всех это подходит. Вот. То есть, рекомендовать, конечно, можно, но проходит на ровно не для всех. Вот. К сожалению. Так что. Так что. Нужен именно, именно ваш, именно ваш способ, именно ваше какое-то решение, вот. Ваше. 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 Ну, к решению данной проблематики. Вот. Вот. В принципе, с точки зрения можно вам предложить, вам, сказать. То, что можно вам ответить. Сейчас. С точки зрения, опять же, психологии. Да. Вот. Значит. Смотрите, возможность обратиться к врачу. Вот. Если. Такой возможности у вас нет сейчас. Вот. По разным причинам. Ну, то, соответственно, в таком случае, я полагаю, что имеет смысл, конечно, поработать со специалистом. Да. Ну, через сайт. Допустим. Кстати. Вот. Ну. Просто имейте, пожалуйста, в виду вам, что если у вас здесь имеет место быть. Ну, допустим. Допустим. Действительно. Депрессия. Вот. Ну, психолог здесь не поможет. Потому что это то, что корректируется насчет врача. То есть либо там клинический психолог, либо психиатр. Вот. Никакого, повторюсь, на таком случае, никакого универсального способа пережить. Нет. Да и по большому счету переживать именно, вот именно переживать. Наверное, ничего не надо именно переживать. Вот. А. Нужно переживать. Не переживать, а переживать. Это несколько разные моменты. Вот. Ну. Я надеюсь, в любом случае, что вы то, что я говорю вам понятно. Вот. И я надеюсь, что вы сделаете вывод. Какие-то. Да. Вот. Ну, на этом все. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Вот. И желаю вам того, чтобы ситуация разрешилась максимально. позиции презентиметра. Особенно для вас проблем. Вот. Спасибо вам. Самого доброго. Продолжение следует...